Добрый вечер на ТНВ новости в студии Альбина Слагараева и вот о чем расскажем прямо сейчас. Добрый вечер на ТНВ новости в студии Альбина Слагараева и вот о чем расскажем прямо сейчас. Добрый вечер на ТНВ новости в студии Альбина Слагараева и вот о чем расскажем прямо сейчас. Сзади и бессонная ночь. Выборы в республике состоялись и с солидными показателями. Явка на 10% выше чем по России. По состоянию на 8 часов обработано 100% протоколов участковых избирательных комиссий. Явка на выборах президента Российской Федерации в республике Татарстан составила 77,45%. Конечно же особая благодарность нашим избирателям, которые очень ответственно отнеслись к выполнению своего гражданского долга. А вот как распределились голоса татарстанских избирателей. 82 с лишним процента набрал Владимир Путин. На втором месте оказался Павел Грудинин больше 9%. На третьем Владимир Жириновский с 3%. А четвертое в Татарстане в отличие от общих итогов России занял Максим Сурайкин, а не Ксения Собчак. За ходом избирательной кампании весь день следили больше 5000 общественных наблюдателей, 1000 видеокамер, сотни журналистов. Открытый прямой и постоянный диалог со всеми участниками избирательного процесса, органами государственной и муниципальной власти, политическими партиями и средствами массовой информации с избирателями. Все это характерные черты прошедшей выборной кампании в нашей республике. Действительно, где-то голосовали буквально целыми районами. В Серегордой побил Тюличинский, где явка перевалила за 99%. Самые активные городские жители в Челнах здесь проголосовали почти 80%. Далее Альметьевск, Нижнекамск и Казань, где на участки пришли примерно две трети избирателей. Владимир Путин в отдельных районах стал абсолютным лидером. К примеру, в Нурладском за него отдали голоса больше 98% избирателей. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин набрал рекордные показатели в Азнакаево, Альметьевске и Нижнекамске. Частоту выборов контролировал ЦИК Республики. Были обращения, была информация, на которую оперативно реагировала Центральная избирательная комиссия. На все обращения даны соответствующие ответы. Я должен сказать, что, еще раз повторюсь, выборы на территории Республики прошли спокойно и организованно. Ход избирательной кампании в Татарстане уже оценила и глава ЦИК России Элла Памфилова, обратившись к Республиканскому избиркому в режиме видеоконференции. Судя по предварительной информации, можно отметить, что действительно на этот раз выборы у вас прошли на должном, но на хорошем уровне. Хоть выборы позади в ЦИКе, Республики сегодня не расслабляются. С двух часов ночи сюда поступают протоколы территориальных и участковых комиссий. Здесь работают с обращениями граждан и готовятся утвердить главные цифры. Уже завтра финальное заседание и официальные итоги выборов президента страны в Татарстане. Лена Знатольевна, Андрес Натальцев, ТНВ, Казань. Особая признательность избирателям, которые своим выбором поддержали курс президента страны. Сегодня Рустам Мениханов обратился к татарстанцам. Уважаемые татарстанцы, вчера мы провели самые главные выборы в нашей стране, президента Российской Федерации. Я хотел бы поблагодарить каждого из вас за активное участие в выборах, поблагодарить всех тех людей, которые организовали, обеспечили этот процесс. Мы за сильную Россию, сильный Татарстан, сильные регионы, сильная Россия. И, конечно же, ваш выбор был очень важен. Та поддержка, которая оказана нашему национальному лидеру, позволит нам решить те новые задачи, которые были озвучены в послании Владимира Владимировича Путина. Я искренне благодарю вас за активное участие. Всем нам успехов в просветании республики, в просветании нашей страны. Баррэвазгада, бигзур, рахмэд, унышлар, татарстан, алдабуларгатыш, Россия, таганда кшлибуларгатыш. Рахмэдсэзгэ. Много мнений, много эфиров, много стран. Журналисты и эксперты отходят от, наверное, самого длинного информационного марафона последних лет. И точно самого ответственного. Только сегодня завершил работу информационно-экспертный центр общественной палаты республики, куда поступала информация о ходе выборов и работали сотни журналистов. Почему вчерашнюю работу в Казани можно признать и самой открытой, и самой защищенной Рамиль Шайдулин? Скажите, пожалуйста, в итоге нарушения какие-то были зафиксированы или все прошло спокойно? Не только ответы, но и аргументы. В главном пресс-центре республики СМИ, общественная палата, эксперты и независимые наблюдатели. Задача номер один – осветить голосование, а номер два – рассказать об этом максимально объективно. Мы начали с 8 утра. Было, значит, много спикеров. Прежде всего, это, конечно, все руководители избирательных штабов кандидатов, что принципиально важно. Работал этот центр и после, поскольку там выступали уже политологи с анализом экзитболов. К этому времени за плечами большинства журналистов сотни статей и марафон прямых включений. Эльмира Золяева рассказывает, чем СМИ занимались между делом. Писали пометки на полях, ходили на перекус в буфет. Там были и пирожные, и чпочмаки, и кофе, и чай. И самое важное, что хотелось бы отметить, журналисты потребляют больше кофе, потому что очередь за чаем была очень маленькая, а за кофе огромная. Около 150 журналистов и порядка 20 экспертов. Вот это здание вчера стало местом самого тщательного анализа информации, поступающей о ходе выборов, и самого объективного. В пресс-центре работали наблюдатели из Австрии, Германии, Израиля, стран СНГ. В частности, белорусы, да, действительно были. И из АБСЕ, наблюдатели от АБСЕ. С некоторыми из них удалось пообщаться. Они впечатлены не только организацией, самой процедурой выборов. Они впечатлены и работой наблюдателей, они впечатлены работой СМИ. Семь камер, 34 человека, техперсонала и связь, выстроенная по принципу паутины. ЦИК и пресс-центр были связаны напрямую. Чтобы перестраховаться, техники использовали оптоволокно и спутник. Последние строки перед эфиром дописывались буквально на коленке, чтобы выйти уже со свежими данными. Самое тяжелое было, наверное, даже не количество информации, которую нужно обработать, а то, когда она появится. А мы продолжаем работу нашего информационного центра. С восьми утра и до самой полуночи сотни трансляций, сотни источников информации и почти сутки на ногах. Это тяжело, но такое точно не забывается, делится модератор встречи. Знаешь, что мне понравилось? Скажу вам честно. Вот работники ТНВ, работники агентства ТАТМЕДИ, все представители СМИ, их было около 150 человек там аккредитовано. Все это работало как часы. Почти за сутки работы ни одной намеренной помехи. Свой успех подтверждают организаторы пресс-центра. Данные о голосовании из ЦИКа в информационный центр шли по защищенным каналам. За все время ни одного вмешательства и ни одного сбоя. Рамиль Шайдулин, Евгений Максимов, ТНВ, Казань. Итоги выборов сегодня подводят и в штабах кандидатов. Сторонники тех, кому победа не досталась, свои результаты оценивают по-разному. Одни признают свою работу недоработкой, вторые результатом не удовлетворены, третьи набранные проценты считают успехом. Разбирают и инциденты, особенно наличие в рядах сторонников некоторых кандидатов, так называемых засланных казачков, призывающих бойкотировать выборы. Как так получилось, Дмитрий Оренин. Сколько часов спали сегодня? Отходят от бессонной ночи и разбирают стулья, приспособленные под кровати, в республиканском штабе Ксении Собчак. Результатом своего кандидата довольны. Я считаю это успехом, потому что Ксения Анатольевна недавно начала свою карьеру политическую. В республиканском штабе Павла Грудинина испытывают неудовлетворение. Мы не можем с ними согласиться, быть удовлетворенными этими результатами. Татарстанские сторонники Владимира Жириновского считают, что результат для них не удался. Но в этом они видят свою недоработку. Чем мы недоработали в данной ситуации? Что не пришли люди, которые хотели бы проголосовать за Жириновского. Что касается нарушений, допущенных на этих выборах. Грубых нарушений мы не выявили. При этом ряд инцидентов с участием представителей нескольких кандидатов получили широкую огласку. В 26-й гимназии члены комиссии пожаловались на наблюдателей от кандидатов в президенты Григория Явлинского, Ксении Собчак и Павла Грудинина. Мы не мешали, мы просто хотели удостовериться, что все у нас хорошо. Стали мешать нашей работе. И мы неоднократно им делали замечания. В корпусе наблюдателей за чистые выборы объясняют, что наблюдателям на участке дозволено не все. Если выявляете его системность, и он всеми своими действиями показывает, что он пришел сюда мешать, учащих в избиральной комиссии, мешает, входит, в данном случае направляется материал отдела в суд, где уже принимается решение об его удалении или неудалении. Другой случай. На 341-м участке очевидцы засняли на видео, как раздают листовки, призывающие бойкотировать выборы. Избирательный участок 341-й. У наблюдателя от партии Яблоко Спирина Леонида Андреевича обнаружено изъято 13 листовок агитационного характера, ну, с призывом бойкотировать выборы. Как рассказали в полиции, таких случаев было несколько и с участием представителей разных кандидатов. Об этом говорили еще до выборов. Бояршинов Андрей Владимирович, значит, распространял эти листовки. Сам он является членом УИК с правом решающего голоса от КПРФ. Вообще анекдот. В КПРФ Татарстаны заявляют, что этот человек к ним уже не относится. Он когда-то был наш, ну, вы понимаете, 5 лет он там, вот сейчас его полномочия закончились. Ну, ну и что? То есть мы не можем никого заменить, не только его там, но много людей уже связь с партией утратили. Чистая провокация со стороны Навального. Либерал-демократы считают, что за провокациями на выборах могут стоять засланные казачки Навального, которые действовали от имени сторонников других кандидатов. Люди Навального, да, которые стали на момент выборов людьми Собчак, да, наблюдатели. Сторонники Ксении и Собчак не отрицают, что на этих выборах наблюдатели им помогал готовить штаб Навального. Приходит просто человек и говорит, я хочу наблюдать. И, соответственно, он проходил обучение. Все обучение у нас, нам помогал проводить штаб Навального. То есть он проходил обучение и получил направление. За провокациями на выборах и их бойкоте эксперты видят врагов России. Интрига выборов состояла прежде всего в том, будет ли явка. Вот все, кто работал против, я бы даже сказал, против российской государственности, да, они хотели за счет этого поставить под сомнение легитимность власти. Вот эта идея бойкота, она должна была, она была проплачена частично наверняка, да, то есть люди не только из убеждений ходили с этими листовками. Как бы там ни было, усилия провокаторов пошли прахом, и россияне показали на выборах высокую явку и сделали свой твердый выбор. Дмитрий Аринин, Марат Цейдгараев, ТНВ, Казань. День выборов стал днем единения. Накануне соцсети показали удивительное единодушие. Практически все фото, заметки и зарисовки на одну тему, выборную. С бюллетенем, браслетом, корзиной продуктов и просто с хорошим настроением. Это 50 тысяч участников фотомарафона Айдана выборы. Самую яркую подборку из соцсетей представит Салават Мухаммадуллин. Просил друзей проголосовать за меня. И друзья, похоже, не отказались. Аделия и Артур Сабировы близнецы. В прямом смысле слова два брата-акробата, лидеры конкурса Айдана выборы. Свои достижения в воркауте решили использовать на избирательном участке. Возможный приз – PlayStation для племянников. Сел ему на спину, вот так вот на спину, взял телефон и сделал вот так вот селфи. И таких фотографий на фоне специального баннера уже около 50 тысяч. Сейчас модераторы проверяют каждую и сортируют по номинациям. Самое популярное – семейное фото. Сейчас идет этап голосования за победителей. Необходимо найти на сайте Айдана выборы.рф, зайти в определенную номинацию и проголосовать. Вы сможете отдать свой голос благодаря авторизации через социальную сеть ВКонтакте. Самые креативные россияне на выборы пришли с гигантским бутербродом. Кто-то примерил костюм Ангела, а кто-то, видимо, достал из шкафа то, что плохо лежало. Фотографии на память на конкурс накануне делали как бабушки, так и школьники. Кому-то повезло сделать фото с Рустамом Минихановым, а он сам сделал селфи. Впереди неделя голосования, но уже за лучший снимок. На кону айфоны, айпады и гироскутер. Победители конкурса станут известны 26 марта. Салават Мухамадуллин, Данил Фуатов, ТНВ, Казань, Нижнекамск. К другим темам. В Казани продолжают ликвидировать последствия аварии на котельной на улице Портовая. Тепло во всех квартирах восстановят сегодня вечером. Напомним, в субботу в результате обрушения котельной без тепла остались более полутора тысяч человек. Это 12 домов и детский сад. Пока причины аварии выясняют, судьба ветхой котельной уже решена. Анна Городнова с подробностями. Термометр помещения показывает 20 градусов. И вот сейчас мы трогаем батареи, тоже они горячие. Здание детского сада номер 190 постепенно прогревается. Авария произошла в субботу, когда детей в саду не было. К утру с сегодняшнего дня в группах уже тепло. Но некоторые родители, говорит заведующая, не привели детей. И 160-50 остались дома. Некоторые группы, мы не приняли детей, почему-то там низкая температура была. Сейчас уже ближе к обеду, все, температура стабилизировалась. Надо было следить за этим. Только деньги. Царапались у нас и все. Николай Баранов живет в доме напротив котельной. Он сам участвовал в ее строительстве. Зданию 44 года. Капитального ремонта ни разу не было. Реконструкция была запланирована на этот год. Но не успели. Рано утром, 17 марта, крыша и часть стен рухнули. Чтобы жители не успели замерзнуть, в подъездах устанавливали тепловые пушки. А позже дома подключили к альтернативным источникам. К соседней котельной Казэнерго и котельной ТАТ-флота. Быстро сработали, проложили такую трассу. Это чудо прямо. Так, проложили такие трубы за каких-то полдня. Не мерзли, быстро сделали. Молодцы. Сейчас тепло у вас в квартире. Ой, жарко даже. Но тепло еще не везде. В квартире 21-го дома по улице Портово еще вчера было тепло. А сегодня батареи холодные. У нас холодные. Я бы не сказала. Я, например, в одежде. Я-то люблю с мужем так. А сейчас мы спим просто в одежде. Мы сейчас работаем. Идут наладочные работы. Поэтому возможно, что где-то колебания происходят. Все к вечеру будет восстановлено. И все получат качественное теплооснабжение. Сейчас здание временно консервирует, чтобы сохранить в рабочем состоянии два котла. А уже ближе к маю, когда наступит тепло, здесь приступят и к демонтажу самого здания. С началу следующего отопительного сезона 12 домов. И детский сад будет обеспечивать теплом. Уже новая котельная. На этом месте построят современную модульную. Анна Городнова, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Поводок здесь начался раньше обычного, только не из-за таяния снега, а прорыва трубы. Перекресток побежимого Чапаева в Казани, несмотря на мороз, затопило. Из-за этого утром там образовалась автомобильная пробка. Скорость потока всего 5 км в час. Как пояснили нам в диспетчерской службе водоканала, произошла авария. Авария там устранили, течь прекратилась. Там требуется убрать налей. Это новость на ТНВ и далее в программе. Помощь для тех, кто нуждается в ней больше всего. Люди хотят понять, какие льготы полагаются, каков порядок их действий, установленные законом. Как юристы дарят надежду семьям, которые воспитывают тяжело больных детей, увидел Сергей Хайдаров. Сговор с душой и со зрителем, со сцены. Все принес сюда. Все, что умею, все, что могу, все, чему учили. О новом спектакле с участием Марата Башарова и других звезд российской сцены Динара Камалова. С победительницей Всероссийского управленческого конкурса лидеры России Александрой Лебедевой встретился сегодня Рустамя Неханов. Из четырех с половиной тысяч участников лишь 103 победителя. Александра одна из них. Она представляет Татарстан. Лидеры получили возможность сотрудничать с наставниками, представителями бизнеса и власти. Лебедеву выбрал себе в подопечный президент республики. По условиям проекта управленцам предстоит не менее четырех встреч с наставниками, участие в командировках, переговорах, выполнении практических заданий. Врачи ДРКБ дарят жизнь маленьким пациентам. Раньше дети с синдромом короткой кишки не выживали или жили с постоянными воспалениями, проходя лечение в федеральных центрах. Команда специалистов, современное оборудование и усилия самих родителей. Вот что сейчас позволяет полноценно питаться и развиваться малышам. О том, как маленькими шагами они вместе идут во взрослую жизнь Анны Городнова. Сейчас уже в течение, наверное, недели, да, кушаем каши. Ложка каши для мусы – это большое событие. За свои девять месяцев мальчик перенес шесть операций. У него был очень короткий кишечник. Витамины и питание получает внутривенно. Дети с такими патологиями раньше не выживали. Очень было жалко. Я думала, что он не выживет. Я переживала очень сильно. Но нет, все равно. Он сильный. И все будет хорошо. Проведенные операции позволили удлинить кишечник и увеличить объем кормления в три раза. Но лечение еще не закончено, говорит детский хирург. Мальчику предстоит еще две операции. Кишечник определенным образом разрезается и потом сшивается определенными сшивающими аппаратами. Получается удлинить кишечник. То есть он как гармошка, он раскрывается. И у данного ребенка, если было изначально 40 сантиметров, то мы смогли увеличить до 75 сантиметров. Четырехлетняя азалия уже может обходиться без капельниц. На пятые сутки после рождения ее прооперировали в ДРКБ. Кишечник был 30 сантиметров. Это практически несовместимо с жизнью. Полтора года она жила на внутривенном питании. А в этом году пошла в детский сад и может кушать даже пельмени. Это такой ребенок, когда нельзя просто так что-то дать через рот, там лекарство какое-то. Потому что может еще больше осложнений дать. Поэтому мы всегда консультировались. Они всегда давали ответы, поддерживали. Я уже сейчас не представляю жизни без них. Неонатолог Гульнара Сагеева и хирург Андрей Подшивалин. И сейчас постоянно на связи с азалией. Девочка приезжает на обследование. А маленького Мусу вместе с мамой уже выписывают. От врачей очень большая поддержка. Они были очень вежливые. Объясняли очень хорошо. Я очень благодарна нашим врачам Гульнаре Дарьевне Сагеевой. Это основной человек, который каждую минуту готов нам помочь. Очень благодарна Андрею Александровичу Подшивалину. Это действительно хирург от Бога. Как питаться дома самостоятельно маму обучили. Такой подход, когда семья может не находиться в стенах больницы и быть под домашним наблюдением, позволяет быстрее адаптироваться к жизни. Анна Городнова, Рандель Гарипов, ТНВ, Казань. Как оформить документы на инвалидность, получить алименты, и где проходить реабилитацию? Сегодня семьи, воспитывающие детей с тяжелыми заболеваниями, смогли получить бесплатную юридическую помощь в ДРК Байказани. Программа Министерства юстиции Республики работает уже 4 года. За это время она помогла почти 2000 семей. Кому подарили надежду сегодня, узнал Сергей Хайдаров. Идешь к пенсиону, и он говорит, записывай здесь очередь на июнь. Она опять в больницу, как она попозит? И таких вопросов здесь десятки. Кто-то не знает, как оформить инвалидность, других интересует, могут ли они получать льготы. Сегодня семьи, воспитывающие детей с тяжелыми заболеваниями, бесплатно консультируются у юристов. Наталья Трясцена в ДРК Б с внучкой. У девочки опухоль мозга. Скоро им возвращаться домой, в Пермь, но даже дорога в поезде вызывает много вопросов. Если в поезде какой-то отдельный, например, купе с таким ребенком, потому что вот сейчас мы домой едем, анализы плохие, конечно, скопление народа нам там нежелательно. Хотя обращались в Пермском крае, нам сказали, ну, как-то так, вежливо нам отказали. Вопросов много, немало и специалистов. Сами слуги Фемиды говорят, что в большинстве случаев проблема в юридической неграмотности людей. Некоторые не знают своих прав. Где-то минут 15-20 нам будет достаточно, чтобы для определения дальнейших действий. Мы берем контакты, чтобы потом дать более полную информацию. Программа юридической помощи работает в республике уже 4 года. За это время помогли почти 2000 семей. Выезды проводятся у нас ежемесячно во все районы республики. Мы оказываем помощь сельскому населению республики. В труднодоступные сельские поселения выезжаем. И оказываем там... Такой же большой дегады, да? Да, да, да. И оказываем им бесплатную юридическую помощь. По вопросам, возникающим у жителей села. Следующий такой выезд юридической помощи состоится в день охраны труда. Сергей Хайдаров, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Пришел на помощь и вызвал из снежного плена. В соцсетях обсуждают ролик, как татарстанский автоинспектор помог женщине с коляской. Проезжая по городу, экипаж заметил молодую маму и пришел ей на помощь. Пользователи интернета этот поступок оценили. Вот каким должен быть инспектор, пишут татарстанцы. Необычный спектакль привезли Марат Башаров совместно с Духовным управлением мусульман Москвы. Заслуженный артист республики со сцены будет говорить со зрителем и душой. Впервые проект «Разговор с душой. Время поговорить» зритель увидел два года назад. Сегодня казанцы узнают продолжение истории с репетиции Динары Камалова. Здесь разговор не только по душам, а с душой происходит у каждого актера. А Марат Башаров не только участвует, но и руководит все беседы. Он актер и режиссер спектакля «Разговор с душой за гранью». Искренне говорит со зрителем о трагедии человеческой души Марат Башаров во второй раз. Первая часть истории вышла два года назад. Тогда зритель впервые узнал историю бизнесмена, который пришел в ислам и пошел по радикальному пути. А путь обратно стал тяжелым испытанием. Проект «Разговор по душам за гранью» совместно с Духовным управлением «Мусульман Москвы». Совместная их задача – показать многогранность жизни верующего человека. К большому сожалению, складывается такое впечатление, что если человек сугубо религиозный, то его жизнь крутится примерно где-то около мечети, он живет между намазами и так далее. Хотя мы хотели показать, что это полная, это активная жизнь людей. Впервые в проекте участвуют Эльмира Калимулина и Шарит Мханов. Когда человек, пройдя через какие-то испытания, находит себя и делает правильный выбор, наверное, это главный лейтмотив в сегодняшнем спектакле. Месяц назад постановку увидел московский зритель, сегодня – казанский. Гастрольный тур продолжится в Башкирии, на Кавказе и в Казахстане. Динара Камалова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. А далее в эфире программа «Вызов 112», а сейчас прогноз погоды. Я же не прощаюсь. Увидимся в 20.30. Добрый вечер. Время новостей спорт на ТНВ в студии «Алмазгофиатов». В Южной Корее завершились зимние паралимпийские игры. Российские спортсмены завоевали 24 медали. На счету наших атлета 8 золотых медалей, 10 серебряных и 6 бронзовых наград. Больше всего медали заработала Михалина Лысова 6 титулов. Она выступала в лыжной гонке среди спортсменок с нарушением зрения. По 5 медалей завоевали Екатерина Румянцева и Анна Миленина, соревновавшиеся в лыжах и биатлоне. А татарстанская лыжница Марта Зайнулина завоевала на играх 2 бронзовые и 1 серебряную медаль. Поздравляю. К новостям борьбы. В Казани завершилось 5-е первенство России по крэш. Среди чемпионов внуки легендарных борцов. Всего за главный титул сражались 300 лучших юных спортсменов страны. На первенстве было разыграно 27 комплектов наград в 9 весовых категориях каждого возраста. Причем впервые за историю проведения чемпионатов была добавлена возрастная категория 13-14 лет. Лучшими в неофициальном командном зачете стала сборная Татарстана. Но соперники уже наступают на пятки. Пройдя через первенство России, в дальнейшем эти ребята будут бороться на чемпионате России и мира. Кстати, в этом году оба мероприятия пройдут в Татарстане. Все соперники очень сильные, все подготовленные. Все хотят быть первым тоже, стать чемпионом. В Малайзии завершился розыгрыш медали чемпионата мира среди студентов по стендовой и пулевой стрельбе. В заключительный день соревнований стрелки разыграли 4 комплекта наград в ските. Дважды представители Татарстана пробивались в финальный раунд. В женском турнире пятой стала студентка КГСУ Екатерина Комарова. В мужском ските, в котором был показан ряд очень высоких результатов, в шаге от педестала почетно остановился Сергей Демин. Студент Поволжской академии физической культуры и спорта финишировал четвертым. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте. О погоде после полезной информации. Спонсор показа – изготовитель корпусной мебели на заказ компании «Данил Мастер». Вам нужен шкаф-купе. Качественный, недорогой и по вашим размерам. «Данил Мастер» исполнит ваши желания. Успейте заказать со скидкой 20%. «Данил Мастер», город Казань, Бастанье 23, телефон 2, 167-166. Несмотря на зимний пейзаж за окном и холодной ночи, днем яркое солнце напоминает, что на календаре – март. И по данным сервиса «Яндекс.Погода» на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Ознакаево – солнечно и до 6 градусов ниже нуля. На северо-востоке – Нижнекамский, набережная в Челнах, Елабуге – ясно – минус 7. На севере – Татарстана, Мензелинский, Агризин, Менделеевский. Осадки не ожидаются. Столбики термометров покажут – 7 градусов ниже нуля. Для жителей северо-западной республики 20 марта будет солнечным и морозным – минус 8. На юго-востоке в Болгаре, Буинске, Држаном будет ясно и до 5 мороза. В центральных районах в Чистополе, Альметьевске, Мамадыши также без осадков – солнечно и минус 7. В последующие дни местами пройдет снег. Температурный фон не изменится. В Казани будет солнечно и без осадков. Температура воздуха – минус 6, минус 8. Ветер юго-западный – до 4 метров в секунду. Атмосферное давление – 754 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха – 70%. Магнитное поле Земли спокойное. Это вся информация о погоде. В студии была Лейла Латыпова. Увидимся на ТНВ.